всем привет дорогие друзья с вами руслан сегодня у вас восстание из ада или же восстановление фонар 8 light довелось мне прикупить вот такой вот 8 light в таком виде весь кривущий жженый вот тут разъем у нас и вот такие остатки от задней крышки все разбито все расклебано сегодня будем восстанавливать пытаться по крайней мере восстанавливать сейчас разберем полностью я уже винты все выборки у крышки задней не было был осколок вот такой где у нас стекляшка от вспышки это очень хорошо и не купить отдельно не продается и вы у нас сканер опчатка пальца который тотчас то достанем сразу и это стекло выбросим лишнее слиплось не страшно для начала давайте проверим дисплейный модуль подключили его к коннектору подключаем аккумулятор и подаем питание картинка есть ждем запуск есть телефон запустился стоит пароль закрывать верхнюю часть понятно пароля я не знаю будем снимать скорее всего фрп стул еще добавок а может быть не будем на теле до 4.6 ну естественно нет стоит пароль дисплей работает корректно подсветка там убавлено в ноль и по моему включен защита зрения еще теперь есть смысл разобрать телефон дальше достаем аккумулятор который этот не приклеенный который не приклеенный шлейф дисплея шлейф нижней платы которые подклеили аккуратно снимаем также извлекаем нижнюю плату отсюда коаксиальный кабель который приклеился отключаем его от платы так смотрим на новую рамочку смотрим что у нас здесь есть что у нас тут нет вот тут нижней части у нас не хватает вон там антенн придется их снимать со старой рамки сейчас посмотрим что в верхней части все приклеено на герметик поэтому снимается очень очень тяжело все слипло все приклеилось к старой рамки сняли заглушку верхнюю теперь можем приподнять системную плату если у вас не прилипло конечно достать ее слегка плату прилипло сняли убираем в сторону далее нужно снять датчик приближения отдаления вот он также там у него уплотнительная резинка стоит вот она резинка с микрофона фонтального для шумодала и динамичек подклеился сапога давайте чем-нибудь поострее кормим или давайте что-нибудь куда нальем вот так к сожалению динамик у нас разобрался но у меня есть запасной абсолютно новый динамик так что не страшно ставим его здесь также у нас отсутствуют боковые клавиши толкатели имеются клавиш боковых нету вот здесь находится шлейф его надо снять снимаем пластиковую заглушку которая намертво приклеена к корпусу есть и достаем шлейф вот он идем в нижнюю часть снимаем здесь вот эту пластиковую часть так она выглядит и вот этот стил все больше этого корпуса нам ничего не требуется динамик часто иду новый и так вот новый динамик снимаем все транспортировочные пленки защитные которые у нас наклеены на новой рамке их довольно много здесь сразу и на аккумулятор клей есть и на остальные детали все ссылочки в описании кому интересно смотрите заходите в первую очередь вставляем динамик потом вставим уплотнитель от датчика приближения отдаления освещенности положим сам датчик на место далее поставим резиночку от микрофона уплотнительную пойдем в нижнюю часть поставим на место вот эту металлическую пластину и вот этот пластиковый фиксатор защелкиваем внутри стало не до конца динамик у нас убежал потому что пальцы у меня прилипли есть далее вставим шлейф боковых клавиш проверяем как нажимается нажимается замечательно клеим его на место все с этой частью мы закончили теперь возьмем нижнюю плату и посмотрим как она будет себя чувствовать здесь чувствует она себя замечательно там то есть собрали мы все правильно возьмем системную плату поставим на место уже в новый корпус теперь коаксиальный кабель теперь коаксиальный кабель прокладываем на его место здесь он должен быть и потом вот здесь из платы он выходит вот так вот ставим на место межплатный шлейф защелкнули есть верхняя часть давайте сразу поставим динамик он нам больше здесь не нужен участвовать сборке дальше он не будет так что можем его спокойно поставить или не спокойно тоже кривой слегка поэтому тянем и прикрутим и 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 они Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наносим клей... Продолжение следует... Нанесли... Наш уже проверенный дисплейный модуль... Продолжение следует... Сеточки динамика у нас на старом модуле не было, к сожалению... Но он также не будет получается... Есть стыковка... Подключаем шлейф... Сразу давайте подключим сканер отпечатка пальца... Вот он... И аккумулятор... Придавливаем... И он у нас приклеивается... Там уже все нанесено... Щиточки... И второй... И второй... Перед установкой задней крышки проверяем на включение... Продолжение следует... Клей... Потом будет проще убирать остатки... Телефон запустился... И все... Стоит пароль... Как ни странно, да? Пароль я не знаю... И вот эта функция, которая... Желтит экран защиты глаз... Выключается только после введения пароля... Порой, к сожалению, не знаю я... Ну, теперь можно вклеить заднюю крышку... Нашего непонятного цвета... Прикольный цвет... Здесь также... Слегка... Обезжириваем поверхности... Имеется у нас здесь клей... Двухсторонний скотч, точнее... Но я еще... Добавлю, во-первых, на сканер пальца... Я добавлю немного клея... И также по периметру... Я все равно добавлю клей... Потому что... Тот заводской... Подклеится сто процентов... Качество у него не очень... Совсем не очень... Тоже нужно... Чтоб поплотнее было... Сюда вот маленько... Все... Достаточно... Осталось нам... Снять защитную пленку... Со стекла... И установить туда глазок... От вспышки... Со старой крышки... Есть... Подклеиваем сканер отпечатка пальца... И устанавливаем крышку на место... Все... Крышка установлена... Дальше стягиваем на резинке... Смотрим сразу все зазоры... Чтоб все было ровно... Чтоб все было ровно... Зачем сделать... Чтоб все было ровно... Смотрим... Чтоб все осталось... Смотрим как сканер... Парижка на мякзир. Крастить... Чтоб все осталось... Как раз ... Крастить... У... Смотрим... Все... так вот получается остается только разблокировать на выключен телефоне зажимаем клавишу громкости вверх и клавишу включения провибрировал пускаем клавишу включения кнопку громкости держим дальше попадаем рекавери делаем сброс так что тут у нас надо есть написать да мешается сбрасываем и надеемся что аккаунта там нету или хотя бы загрузчик у нас был разблокирован процент есть время прибраться на столе телефон сбросится перезапускаем а так прошел первый долгий старт попадаем на меню первого старта выбираем русский россия далее пропускаем принимаем принимаем далее так продолжить здесь совсем соглашаемся и к сожалению попадаем вы на фрп и так друзья за кадром телефон сбросил точнее убрал фрп не стал показывать там долгий способ патч новый стоит фрп убрал я руками без программатора кому интересно ставьте лайк пишите комментарии сниму видео покажу как снимал фрп вот такой вот аппарат получился оставлю для личного пользования не буду продавать неплохой аппарат тут 4 оперативы и 32 встроенный довольно таки неплохо это зашел могу выйти как выше всем спасибо ставьте лайки подписываться всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был руслан до новых встреч пока пока удачи